Андрей Мехков и Анастасия Вознесенская. Служебный роман «Длиною в жизнь». Он поступил в школу-студию МХАТ после окончания химико-технологического института, а она сразу после школы. Андрей Мехков был старше всех на курсе. Настя Вознесенская была самой младшей и, к слову, самой красивой. Он сразу понял, что это его девушка. Ни о какой дружбе просто не могло быть и речи. Настенька, тоненькая, хрупкая. Раздумывала над тем, сможет ли она быть всегда вместе с этим человеком. У нее было море поклонников, но Андрей так красиво пел, что она сначала влюбилась в его голос, потом в походку и поняла, в конце концов, что просто не может без него нормально дышать. Они стали всюду появляться вместе, на занятиях, в студенческой столовой, на переменах. Андрей и Настя всегда держались за руки. И было в этом что-то необыкновенно трогательное и нежное. Он не бросал весь мир к ее ногам. Он просто стал для нее самым нужным человеком, самой надежной защитой от всех невзгод и проблем. На втором курсе они стали мужем и женой, пообещав друг другу всегда быть вместе в горе и радости, в богатстве и бедности, в славе и забвении. Сразу после получения диплома школы-студии МХАТ перспективную выпускницу Анастасию Вознесенскую пригласил на работу в современник сам Олег Ефремов. Настя, недолго думая, заявила, что предложение примет только в том случае, если вместе с ней возьмут труппу ее мужа. Так они стали коллегами по сцене. Звезда Анастасии Вертинской засияла стремительно и ярко. Уже через год она стала известной благодаря роли радистки в фильме «Майор Вихрь». Андрей оставался скромным артистом театра, снимался в массовках. Первая его большая роль в похождениях зубного врача осталась незамеченной, потому что в широкий прокат фильм допущен не был. Удивительное дело, но Мехков не завидовал своей супруге. Он просто во всем ей помогал. Он не ревновал ее к славе, не морщился, когда о нем говорили, как о муже Вознесенской. А через 10 лет он стал знаменитостью первой величины. После выхода на экраны «Иронии судьбы» в 1976 году о Мехкове заговорили. Его герой, Женя Лукашин, оказался близок и понятен каждому в стране. В неловком и очаровательно влюбленном мужчине каждый мог найти частицу самого себя. А уже через год Анатолий Ефремович Новосельцев продолжил триумфальное шествие актера. Его узнавали на улицах, осаждали письмами. К этому времени слава Насти Вознесенской пошла на спад. И уже Андрей, когда его приглашали на съемки, всегда просил, чтобы вместе с ним снимали его Настеньку. Даже если он рисковал при этом остаться без работы, как произошло с фильмом «Большая перемена». Людская молва приписывала ему романы со всеми его партнершами по фильмам, а он продолжал трепетно любить одну единственную. Андрей Мехков, играя в кино нескладных, простоватых, всем понятных героев, в жизни был полной их противоположностью. Он мог виртуозно выйти из сложной ситуации и разрешить любую проблему. В семье он всегда был главным. Анастасии даже в голову не приходило, что может быть по-другому, ведь он старше, опытнее, мудрее. Рядом с ним она навсегда оставалась юной хрупкой студенткой, нуждавшейся в его заботе и защите. Она готовила ему вкусные обеды и следила за тем, чтобы он вовремя кушал. Когда на съемках Андрей поранил руку, Настя тут же позвонила ему с расспросами, почему у него на руке кровь. Он до сих пор не может понять, откуда она могла узнать, ведь ей никто не звонил, и я рассказывал о несчастье. Андрей Мехков и Анастасия Вознесенская сегодня трогательно держат друг друга за руки. Они не смогли приспособиться к требованиям современного кинематографа, но смогли сохранить глубокую внутреннюю порядочность и свою по-юношески пылкую любовь. Когда неприятная болезнь поразила Настеньку, Андрей сделал все, чтобы вернуть свою любимую к нормальной жизни. В тот момент, когда потребовалась операция на сердце Андрюши, Анастасия подняла на ноги знакомых и незнакомых людей, чтобы ему помочь. Они оба не любят давать интервью и категорически отказываются говорить о своей личной жизни. Они просто не впускают в нее никого. Многие журналисты пишут, что они не приглашают никого в свой дом, стесняясь довольно скромной обстановки. Возможно, причина совсем не в скромности их быта, а в том, что дом – это действительно их крепость. Наверное, в их доме слишком много личного, чтобы пускать туда посторонних. Им никто не нужен в том мире, который они создали сами для себя и своей всепоглощающей любви. Андрей и Анастасия просто не устали от общества друг друга. Как и в юности, их продолжает во всем сопровождать любовь. Благодаря тому, что Настенька всегда и во всем поддерживает мужа, он стал заниматься живописью, начав с портрета любимой. Когда они вместе увлекались чтением детективов, Андрей Мехков стал писать их сам. Он все делает во имя любви и для любви. Они уже давно отпраздновали золотой юбилей своей свадьбы, но по-прежнему смотрят друг на друга с невероятной нежностью. И секрет этой бесконечной нежности прост и незатейлив. Нужно просто любить, всегда, при любых условиях и любых обстоятельствах. Андрей Мехков и Анастасия Вознесенская любят друг друга уже больше полувека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok